Всем добра и здравия, дорогие друзья! С вами Микторхонд, это Харцов ФРН4, пятая серия за ФРГ, уже Германскую Империю, в моде Холодная Война. Продолжаем нашу кампанию, ну и в целом у меня, естественно, к вам вопрос, потому что под прошлым сериалом уже появились недовольные, и те, кому не нравится, то, что прохождение идет долго, где войны и так далее и тому подобное. Вроде бы с самого начала это было понятно, что мод очень долгий, и вы просили в большинстве съема именно нормальное, хорошее прохождение, а не нарезки. Теперь же вы просите другое. Я, честно говоря, не понимаю, чего вы хотите, но раз такое дело, то давайте под этим видео пишите. Обычное прохождение, либо нарезка за ФРГ, потому что мнения почему-то делятся, и люди, которые изначально вроде смотрели, теперь просят изменения. Я, честно, не могу понять логики по пару комментариев, поэтому жду общие картины, ну более-менее общие, именно от того, чтобы вы все отписались и сказали, что и как. Но мы продолжаем игру, эта серия будет обычно нормальной, а дальше уже все решается именно от вас, потому что странные вещи. Кстати, кто-то сказал, что эта стоимость производства как для ИИ, то есть, чтобы ИИ не спамил. Давайте проверим, если это не так, и мне плюс 10 к производству добавят, то хотя бы единоразово, и мы будем это знать. Но почему-то у меня есть сомнения, что это именно для нас минус, а не для ИИ. Но посмотрим, к чему это приведет. Хорошо. По фокусу мы аннексируем Сара, потом пойдем с вами в реформы, в перевороты на Востоке и в новый Казир Рейх. Пора уже этим заняться, а то как-то слишком долго к таким делам идем. Так, танковая армада. Небольшая такая наша, своеобразная танковая армада у нас тоже есть. Ой, у нас вообще Шерманы здесь, серьезно. Какой-то... Везде Шерманы, почему? У нас же есть нормальные танки. Да? Ну ладно. Я думаю, у нас более профессиональные варианты, скажем так. Но что есть, что есть, видимо. Так. Нам надо 750 здесь накопить, да? Чтобы временное оправдание войны у нас тоже уменьшилось как можно больше. Ну давай, на всякий случай, к Сару подведем наши танки. Ну, шо как далеко? Зачем? Зачем вообще так далеко уводить? Все, Сар, больше не надо, пойми. Ну и здесь, на всякий случай. Кто знает, вдруг сейчас сагрятся на нас такие. Нет, мы не отдаем Сара, я такой не готовый, и в меня просто влетают, и все. И вот. Поэтому лучше подготовиться и поставить войска, и понять, что здесь у врагов-то нифига себе неплохие войска, скажем так. И он может в случае чего нам надавать по шапке-то. Надо быть аккуратнее. А то словить так от него можно вообще без проблем. Так, восьмеру мы исследуем, я не знаю. А, восьмеру, чтобы туда бить. Хорошо. У нас уже пехотки не хватает. Что поделать? Пехотка в этом моде, это отдельный разговор, я так понимаю. Его вообще будет никогда не хватать. Ну ладно, пятер ставим. По стройкам у нас сейчас... Давай немножко сместим, наверное. Быстрее. Военка все-таки несколько быстрее начала строиться, а то как-то долговато. Ну и ждем анексис Сар. В целом, по поводу нарезок, ну, наверное, нарезки будут не такие, как за Викторию и за все, а, к примеру, просто интересные события, исследования фокусов, результаты, все такое. То есть, тоже нарезки, тоже быстрее этапы пойдут, но при этом придется достаточно много прокручивать вне записи. Ну, что поделать. Раз вы желаете, то буду ради вас страдать и тратить уйму времени на то, чтобы записать одну серию. Ну, раз такое желание, то почему бы и нет? Ну, в общем, все от вас зависит в данном случае. Говорится, все, что желаете, все то и будет. Ну, попытаюсь сделать. Так, ну и транспортник. У нас, кстати, скоро первый, первый в мире транспортник прилетит. Спустя столько времени. Кстати, если заберем, то это будет, конечно, хорошее дело. Единственное, что мне... Подожди, здесь укрепления вообще нету, что ли? Стоп. Что? Почему бункер, а? А, это тут просто... Это атомный бункер. Я задрюю такой и думаю, так, что-то не то. Это просто атомный бункер. Вот они, укрепления. А я не вижу, кстати, укрепления у противников. А нет, вот они есть, но я их не могу посмотреть. К сожалению... А, уровень региона 4. Хорошо. Все. Теперь вижу. Прекрасно. Да, 260, давайте возьмем. Военные, еще одни. Вот они, что тут есть. Даже бункера эти. А он уже использует? А что нам даст этот бункер, к примеру? Просто даже чисто так, знаешь, человечески интересно, что он дает. Атомная станция, конечно, вот 15 тысяч дорого, но эффективная, я думаю. Но пока как-то хочется, но рановато, знаете ли. Как-то я не думаю, что нам... Прям так эффективненько и хорошо зайдет. Давай, пятерки, я все-таки доведу. Один транспортник. Идеально. Первый самолет, который выпустил наша Германская империя, это был транспортный. Полностью мирные цели. Вообще полностью. Вот поймите, просто мирнее некуда. Так. Аннексия Саара. Так, член Европейского объединенного... Ну, давай. Хотя, подожди, у нас уже вроде это есть. А, нет, не было. А, ЕОС. Это еще один союз. Прекрасно. И все, что дает прирост власти, это прекрасно. Ну, чисто мой взгляд. Реформировал имперскую гвардию. Саару мы с вами получили. Между прочим, взгляд, 5 этих. Фуху. Как мы бустанулись-то сейчас. Прям реально прекрасно. Так. Я думаю, пора на производство запустить. А, вот они. Газы все. А куда они используются потом, мне интересно. Типа, я производить, произвожу, но я же их не могу. Или... Подожди. Давай запустим на производство, к примеру, Напал. Ну, допустим. Допустим, Напал. Я смогу теперь его добавлять? Нет. То есть, видимо, здесь нужен какой-то вид исследования еще, чтобы их как-то можно было использовать. Просто они доступны как обычные строительные, так скажем, вещи. Да. Механизация есть базовая, но... Если что, мы ей закупимся. Так ведь? Так ведь. Давайте лучше бустанем себе немножечко пехотки. А то пехотки здесь требуется очень много, а у нас ее очень мало. Поэтому это не есть хорошо. Так, транспортные самолеты третьего уровня. Можем еще четвертого еще взять. Давай уж. До конца так до конца, чтобы мобильность была лучше. Так, а ты у нас как? Снабжаешься? Ммм. Кстати, никакого снабжения не идет. То есть... Как бы это сказать? Мы не можем перебучить эту дивизию вообще куда бы то ни было. Потому что саппорт ей не подкидывается никак, таким образом. Типа снабжение общее идет, а... Не хватает, скорее всего, просто. Типа всего-навсего один самолет. Подожди. А, вот. Все. Я его просто не жмякнул использовать. Да, бывает. Снабжение. Ну, сейчас посмотрим. Пойдет ли он вообще. Вообще нет. Судя по всему. Так, единоразово. Сюда вот. Подойти. Прекрасно. Вот у нас. Под блестящим стратегом будет. Идеально. Армия у нас уже 737 тысяч. Немного, так немало, но подкопили. Вообще мне надо 24 здесь, если что. Я понимаю, что и пехотки этого не хватает, но... Я лучше тысячу арты буду покупать, чем тысячу пехотки за такую цену, знаете ли. 1К, как бы, пехотки не стоят. Этой закупки. А вот арту, да. Танки, да. А все остальное, типа, ну зачем покупать за такую цену? Пехотка я сам произведу вам. Без проблем при том. Ну, во, хоть армия, хоть боль-меня какая-то мало-мальская. Нет, один не может. Один никак не доставляет. Скорее всего, надо будет просто скидывать этих выдвешников. Ну, вон, шестеры есть. Типа, можем им добавить роту поддержки. И это дело. Госпиталь, они отсюда вообще не нужны. Надежность, синициативу, конечно, можем добавить. Но тут и инфантри нужны, и траки. С другой стороны, можем. Нам же надо хоть как-то укрепить это дело. Инженеров сюда, естественно, тоже. Ну, и все. А нам еще надо будет удалить этого. 45. Понятно. Придется от чего-то отказаться. Мы можем сейчас попытаться выиграть тем самым себе кризис. Но боюсь, что этот кризис будет нам слишком дорого. Слишком дорого нам он выйдет. Посмотрим. А, что делают. Отдельно еще ставлю. Можем максимум семерую, да, сделать? Давай сделаем. Сделаем, переправим туда, попытаемся кризис развязать. Максимум, ведь там шестера, да, в шаблоне должна быть. Вроде кто-то как-то так писал. Ну и это хак для ИИ, да, хак для ИИ. Ладно, хорошо. Спасибо за информацию, кстати. Раз это хак для ИИ, чтобы у него стоимость производства была дороже. А у него она где-то отобразилась вообще? Странно. Нигде не отображается. Ну да ладно. Допустим, мы поверим, что так оно и есть. Да. 750. Совсем чуть-чуть. Просто этот вообще не переоснащается, и как бы смысла в нем ровным счетом никакого нет. Индустрия нам еще приносит. То есть чем больше индустрии, тем нам больше дается очков. Тут бы как бы логично сразу же подключается система, то что индустрию надо улучшать, улучшать, улучшать. Тем самым больше этих очков, тем самым ты можешь оснастить свои войска, даже не имея того, что строится на них. Прекрасно. Это реально хорошая новость. Для нас там 150 ровно. Одно очко за два дня. То есть за 20 дней мы получаем возможность себе тысячу арточки так бамс и просто на халяву получить. Прекрасно. Арта потому что у нас не так сильно пока добывается, строится. Но по чуть-чуть улучшим это дело. Долго добудут. Они долго-долго-долго дуют. Но что поделать. Правда, показатели такие себе. С другой стороны мы должны будем сражаться же с этими. А уже горнострелки появились. Сюда хорошую армию собрал, надо так сказать. И реально хорошую армию собрал. К русским корням. Военную экспедицию. Европа с подарением и ревностью смотрит на расцвет нашего государства. Мы должны быть готовы к новой битве. К новой войне. Переворот. Что-то я как-то сомневаюсь, что этот переворот что-то сделает. По сути ведь... Просто сделает переворот в стране. И какой нам от этого прок? О, монархию уже, смотри-ка, 48%. Идеально. Скоро новые монархии будут в этом мире. А тут что, монархия пока 26. Да. Как-то Италия не очень быстро идет к нужным нам местам. Ну, что поделать. Бундосфер скоро упадет. Но мы раньше пятеру возьмем, да. Уже и взяли. Реформировали имперскую гвардию. Военную экспансию теперь делаем. Факторы на безнаселение. И время, если это не доктрина, уменьшаем. Ну, сейчас 750. Мы добьем себе возможность нападения, войны и всего остального. Это же хорошая новость, я думаю. Вполне себе не помещает. 5 в год. Ну, такое себе, конечно, по транспорту. По времени их производства. Ну, ладно. Будем 5 в год действовать. Хорошо. Так, а по исследованиям что у нас, кстати? Что-то давно ничего не подходило. А, ну, у нас все просто долгое, длинное. И поэтому... Так, все, неуверенно и медленно у нас идет. Плюс один еще. Давайте. А, вообще, что я парюсь-то? Мне кажется, проще сделать вот так вот. Пятеру их, да, пятера доведем. И как раз они немножко постепенно так будут увеличиваться. В тресте там что-то произошло. Ну, нас это особо не касается. У нас 5% призыв уже. И 0,12 рост. Хорош. А всего у нас 8,5 будет. Но это пока. Мы еще можем до пятера поднять. Мне интересно, мы просто требуем территории. Возвращение колонии, потребовать. Они ведь нам могут вполне себе легко, мне кажется, отказать. И мне вот просто интересно, как это будет. Типа, а? Нам такие отказывают. И мы такие, ну, ну ладно. Типа, и все. И все, мы ничего не делаем против этого. Да, если нам захотят отказать, они, по сути, могут отказать. И все. Ну, они же не могут никак поддержать. И шаблон у нас просто никуда уходит. Так, ладно. Отправляем их сюда. Они явно быстрее обучатся на поле боя, чем где бы то ни было еще. Отправляем им поддержку, ставим им командира. И... Новый театр. Вот так, второй германский театр. Сюда надо кого-нибудь тоже кликнуть. Кого повысим-то? Из этих... Из этой братья. А, уже отображаются эти бонусы. Прекрасно. Давай тебя. На защиту, на организацию скоростной дивизии. Давай, наверное, на скоростной дивизии. Хорошо. Сейчас они как раз приготовятся к этим делам. И будет нормально все. Так. Все то же самое, 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 сообщают. Так. У нас новые военные заводы, которые мы можем куда-нибудь запустить. Арта уже под максимум. Да? Остальной лимит придется уже явно покупать, закупать. И это не есть хорошо. Да? Допку бы тогда. Допку, допку, допку. Допку тоже немножко подделать. Потому что вечно мы закупаться не сможем. Начнутся войны, и там, понятное дело, нам придется уже как-то продумывать все это дело. Так. Ну, максимальный уровень своих этих мы заделали. То есть, больше я не смогу сделать. Ну, что есть. Хотя бы такие вещи. Так. А у нас в промышленности должно быть, да? Да, есть. Максимальная эффективность, объем производства. Окей. Ну, сейчас как раз тут еще подойдет дешифрование, и все вместе это сделано. Ну, ну, видишь, он уже по дешифрованию нас обгоняет. Мы не видим даже, что у него в войсках. Это как бы, знаешь ли, намек того, что все не так хорошо у нас. Не все мы знаем, что нам надо знать. Вот так вот. Это, конечно же, неприятненько. Так, очки пока копим. Так, взяли новый удар в тыл. Чем больше всяких вариаций, тем лучше. Это однозначно. Так, взяли. И давай промышленность пустить. Сохранение. Вот. Сразу же, хоп. Сразу же видим, чего у врагов. Дешифрование у нас сразу же подросло. Мы такие. Ну, все. Теперь знаем, кого чего ждать. Так. 11. Ну, берем тебя тогда. Больше тут никого особо-то не остается. И нам надо еще... О, да. 13. А, ну, десяточку еще. Вот так вот. Все. У нас остается запасы. Да, запасы остаются всего. Траков, правда, мало. Можем, конечно, закупить. Атаризацию нам никто это не запрещает. Ну, вот. Все. Плюс 500 есть. На халяву взяли. Дождемся, наверное, двойной экспансии. И что у нас вопрос с этим? О, подготовились. Ибо, конечно, на плюс 25 сделать еще было бы классным. Типа, знаешь ли, бонус вообще идеальный. Поскольку вы в день будете расти. По 1% вот в 100 дней. Ну, ладно, поисследуем. Хотя мы за это время уже выйдем к перевороту на Востоке. Поэтому как бы странно немножко. Да, немного будет странно. Знаешь, уже переворотом занялись. А ни к чему не подошли, скажем так. Ну, ладно. Ладно, новый фюрер. Либо найти Гитлера в Южной Америке, либо нового фюрера. Мощно, конечно, мощно. Так, нам бы их переправить еще просто на все. Хотя бы. Ладно, это слишком долго. Давай вот так вот. А, тут и. А, точно. А, ты че? Нет. Да, точно. Нам же нужен транспортный самолет. Подожди. Подвоечки, правда. Ну, что поделать. Ну, что ты? Ты издеваешься? У нас же тут два транспорта. Алло, друг мой. Да не занимайся ты этим делом. Вот, два транспорта. Все прекрасно. Молодца. Давай по две дивизии. Десантируй. Десантируй. О, отлично. Автоматика, она такая прекрасная. Ну, давай переворот на востоке начнем. Будем агрессию суетом делать. Еще больше пехотки. Пехотка просто самая невыгодная, если так подумать по закупу. Поэтому. Е. Мы готовимся к атаке, знаете ли. А ты че у нас тут тренируешься? Объясни мне, пожалуйста. Мне, конечно, очень интересно, что ты там за тренировки проводишь. Но мне кажется, это немножко бессмысленно. Это удаляем. А у нас с снабжением как стать? Хватает два из трех, да? Можем, конечно, дополнительно подставлять, но я не думаю, что это имеет смысл особый. Максимум фабрик, объем, объем. Прекрасно. Ладно, давайте займемся дополнительной подставкой. Чуть-чуть досбрасываем сюда своим войскам, чтобы у них там снабжение было получше. Думаю, это чем-нибудь им поможет. Наверное. Возможно. Не уверен, правда, но возможно. Ну че, берем, попытаемся деэскалацию конфликта сделать, да? А ты че, не прицеплен, нет? Подожди, а вы че? Алло. Ты же к этому относишься, да? Ну. А, так он был готов тут. Че ты, че ты тогда меня пугаешь? Ну все, поехали, деэскалацию конфликта. Все, все такое. Ура! Развернули здесь. А че, он 15 дней готовится, да, будет? Да. Тут же. Ты ведь подготовлен? Ну да. Хорошо. Тут есть генерал армия. Есть. Здесь тоже есть. Все. Прекрасно. Ну, чтобы было кем воевать, знаете ли? А то так окажется, что воевать-то нечем. Ну, мы такие, опс, не готовые. Будет не очень приятно. Не, я так-то готов вообще залететь полностью на них. И будет у меня война, конечно, возможность на это. Прошу прощения, война на это. Ну, да. Факт-тренами населения нам еще подняли. Ух, как классно. Еще и время, естественно, скупотная доктрина упала. Ну, это приятно. Реально приятно. Ну что, 15 дней. А что нам? О, начинаем. Ширина фронта. Бранденбург и Бранденбург. Ширина фронта сотни. Ну, давай, допустим. О, он начинает давить. Что-то, правда, как-то плохенько. А ты куда? Ай, зараза. Они все под отдельного этого вызвали же. Ну вот он, этот зараза. Он с милицией пошел. Ну, смотри, как давит, ты хорошо. Смотри, как давит. Молодца, молодца. Дави, 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 дави. Дави. Если ты это сделаешь, это будет вообще красиво. Так. А, победа. Политическая власть плюс. Просбаза поддержки войны плюс. Оу, оу, щит. Оу, 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 вот это я понимаю. Получили территорию, называется. Ай, да уж. Мне кажется, с ГДР немножко не туда пошла. Совершенно. Просто такие. А, мы теперь имеем... Оу, смотри. Мы теперь имеем полную границу. Прекрасно. Вы говорили, где войны? Где войны? Вот вам и война. Притом, думаю, прекрасная. Бранденбург забрали все полностью. Окей. Нет, это хорошая новость, Райд. Бранд забрали, притом так вполне себе успешненько. Теперь хоть есть какой-то смысл в этом деле. Мы, кстати, рекрутов немало подняли. Сколько? 300 тысяч рекрутов, смотрите, просто. А у нас еще 428 тысяч призывников. Вот это да. Вот это да. Ну и теперь нам уже нету больше. Деэскалация конфликтов. Остальные территории нам пока не дают, к сожалению, возможности побывать. Я думал, нам отдадут просто Берлин, типа и все, но нет. Ну ладно, как говорится, что поделать. Что отдали, то отдали. Так как я как-то особо здесь противничать не собираюсь. Я, правда, понимаю, что эту территорию в случае чего я просто защитить не смогу. Ну да, как бы. Парашютисты, они нам нужны? Ладно, оставим этих парашютистов, пускай будут. Посмотрим, куда их вообще можно применить. Пока я особо идей не имею на этот счет. Ну посмотрим. Вообще бедная, бедная просто германская демократическая республика решилась территорией. Притом так. Мне интересно, как на этот совет отреагировали. Типа, ой, они там повоевали рядышком чуть-чуть. Ну, ну проиграли, ну ладно. Вот, вот серьезно. Вот как это представить? Повоевали, типа и проиграли. Ну ладно, бывает, типа. Че такого? С кем не бывает, да? Да уж. Конечно, механика конфликтов в 55-х годах меня радует. Ну, кстати, советами уже про это, если что, не Сталин. Это, думаю, и так логично было. А всеми любимый и известный, скажем так, ну, может быть, любимый, но известный Хрущев. На стороне НАТО, на стороне демократии, другая идеология. Никаких ответных действий, скажем так, зависит от того, что я против них выступил. То есть им все равно, поймите. Им все равно. Сколько у нас на пехотке, кстати? Должно быть уже 1050-1060. Ну вот угадал, кстати. Десятку еще сейчас подбавим. Лямчик у нас будет армия. Главное, что мы получили границу. И возможность перехода между территориями. Ну и, конечно, территория Бранденбурга, это надо отдать, должно. Правда, Берлин, почему нам не отдали? Ведь он тоже как бы... А, это отдельная территория точно. Бранденбург не берет Берлин и все остальное. Обидно. И больше, кстати, конфликтов нам нельзя. То есть еще дополнительные, к примеру, здесь, здесь открыть. Нам только эту территорию можно. Ну а здесь мы зажали, кстати, их. Так что это тоже некий своеобразный наш плюс. Зарезервирование. Переворот на востоке. Ну-ка. Оу, да! Оу, да! Германская империя съела ГДР. Все. Ничего не знаю. Ничего не знаю. Бай-бай. Просто... Серьезно. Серьезно? Оу, жесть. А зачем я тогда, типа, воевал? Ну ладно. Допустим. Война за Бранденбург. Это была именно войной, которую вы просили. То есть мы повоевали. Военные действия были. А тут потом мирно присоединили. Они решили сдаться. Так как поняли, что как-то все уже идет плохо. Шансов нет. И сдались перед нашей страной. Все. Германская империя вновь растет. Я, правда, не представляю, как на это мир смотрят. Типа, да как советы сами отдали бы ГДР. Типа, ну ладно. Референдум временно, видимо, провели. И такие уже отняли. Вот такое дело. Ладно, всем спасибо за просмотр. И всем до скорых встреч. Пока-пока.